В одном из прошлых выпусков, где мы с вами разбирались с вопросом, как же все-таки попасть в NBA, в комментариях под видео и, в общем-то, в личных сообщениях вы потом буквально завалили меня вопросами о том, как подавать документы в американские школы или колледжи. А, ну и попутно еще просили о лиге ВТБ сделать выпуск. Ребят, совсем скоро этот выпуск будет, так что не переживайте. А пока что всем привет, баскетболисты, и сегодня мы с вами посмотрим на крайне забавную историю одного очень необычного паренька из Нигерии, который нашел свой способ просочиться в баскетбол Америки, обладая при этом нереальными данными для школьника. Погнали смотреть. Не порекомендовать канал этого парня в мире баскета считается настоящим преступлением. Ну а раз уж я законопослушный гражданин баскетбольного мира, то добро пожаловать на канал Смува. Интересные влоги из данг-контестов, интервью звезд NBA, разборы баскетбольной лиги Биг-3 и еще гора качественного баскетбольного контента ждет тебя на канале Усмува по ссылочке в описании. Так что переходи, смотри и не забудь передать привет от топ-баскета. Итак, друзья, приготовьтесь вновь окунуться в мир конспирологических теорий из разряда «баскетбол скружил мне голову» и давайте начинать. 8 марта 2018 года на известном американском портале USA Today появляется одна крайне занимательная статья с заголовком «Мэрилэндской баскетбольной звезде 20, а не 16». Пока что не особо вникайте в смысл этих слов, а просто примите как данные. История этой статейки, а точнее тема для нее, началась еще в сезоне 17-18 в средней школе Роквилла, так как именно тогда в среднюю школу приехал учиться мигрант из Нигерии 16-летний Джимми Сурунке. Само собой, Джимми, обладая в возрасте их 16 лет ростом в 209-208 сантиметров, мгновенно привлек к себе внимание. Особенно, конечно, тренера команды Роквилл Рэмс Томаса Домбровски. Вот, кстати, что говорил сам Томас, когда впервые увидел 16-летнего парня. Заметив его в высоких коридорах Роквилла, я сразу же подумал, что это Господь преподнес мне баскетбольный подарок. Такую радость тренера легко можно объяснить тем, что в прошлом сезоне команда Роквилла, которую он тренировал, закончила сезон с показателями 2 победы к 22 поражениям. И подобный высокорослый и атлетичный школьник вполне мог затащить команду куда-то повыше, приведя ее к победе хотя бы среди школ. И, вы знаете, так оно, в общем-то, и получилось. Так как в сезоне 17-18 Сурунке гремел на всю катушку, раздавал сумасшедшие блоки, колотил беспощадные данки и одним только видом нагонял столько жути на бедных 16-летних школьников, что они готовы были сами отдать ему мяч в руки. Само собой, в итоге команда школы закончила сезон с совершенно другой статистикой, в отличие от сезона прошлого, с показателями уже в 14 побед при 11 поражениях. Конечно же, все было просто потрясающе. Тренер рад, что минимум еще 3 года пацан будет радовать его игрой. Команда начнет побеждать и так далее и тому подобное, как вдруг. Кто-то из пользователей нашего любимого интернета не натыкается на пост в блоке MapGist. От промоутера из Нигерии, опубликованного аж еще в 2016 году. В нем Нигериец описывает свою жизнь, что любит баскетбол и что любимым игроком у него является Шакил Анил. Но теперь самое главное, ему 18 лет, учится он в университете Машута Биола Политехник и звать его не Джимми, а Алло Джимми Сарунки Абайоми. Парнишка, походу, Олу в имени просто убрал, Джимми оставил и, видимо, поехал покорять Америку с таким именем. А, ну и само собой, фотка. Фотка в профиле тоже имелась. Вот она. И это очередное доказательство того, что современный мир это просто потрясающе. После такой инфы нигерийский Копперфилд начал вызывать подозрения. Ни у кого, в общем-то, не вызывало сомнений, что на фотке именно он. Но куда больше вопросов возникало к его документам. Ведь как-то так получилось, что по ним ему 16 лет. Ну, может быть, все не так плохо, скажете вы. Но кто сейчас не ставит себе возраст в соцсетях побольше? Обычная же вещь, правда? Согласен. Ну, слушаем дальше. Аргументы такого рода возникли у людей и в тот момент, когда история только начала появляться. Мол, ну и что такого, что в профиле возраст стоит 18 лет? Неужели можно этому верить? Тогда пользователи начали копать дальше. Обнаружили еще пачку улик, подтверждающих, что горе-спецагент все же где-то допрокололся. Выяснилось, что в ноябре 2016 года на турнире FIBA 3х3, который проходил в городе Икеа, Сарунки выступал за команду Royal Boys, занявший по итогу первое место. Но самое интересное, что игроков на подобный турнир FIBA допускает только достигших возраста в 18 лет. Это факт номер один, хотя позже это он опровергал, говорил, что все было поставное, там играли игроки по 15-14 лет, но глядя на эту фотографию, я лично не могу такого сказать. Второй и не менее забавный факт тут всплывает из активности в соцсетях Сарунки, который и у себя в инсте фотки выкладывал, правда под другим аккаунтом, и в фейсбуке, опять под другими никнеймами, но зато с реальными именами и подписями соответствующей реальности. Хотя бы о его участии в турнире. Вообще история о соцсетях нигерейца достойна 4-5, не знаю, может даже 10 сезона сериала Мистер Робот, потому что насоздавать столько аккаунтов в фейсбуке мог только истинный хакер, правда с невероятно короткой памятью. Учитывая то, что он практически на всех выкладывал либо инфу о себе, либо лайкал с них своих же приятелей и писал им комментарии. Где логика, да непонятно. Итогом подобных разборок стал единственный вопрос даже больше не к школьнику, а к тому человеку, который его определил в среднюю школу. И тут, казалось бы, клубочек запутанности должен распутываться, но нет, все становится еще сложнее. Так как тем человеком, который определял его в среднюю школу, оказался никто иной, как Джо Бонкор. На видео, кстати, он и его величество Сорунки. Смысл видоса заключается в том, что Джо якобы работает с парнем в зале, готовя его к грандиозному наебу, и попутно предлагает тренерам школ, взглянув на талант, попытаться забрать его к себе в команду. По ходу самого видео, Джо много чего там еще говорит, мол, о парне все уже в курсе, и со всеми школами в штате он поработал, но по факту же это оказалось полнейшим пиздежом. Так как все частные школы в округе Колумбия сказали, что мол, вообще не знаем, кто этот парень, и мы в первый раз его увидим. Сам же Джо, кстати, тоже оказался тем еще перчиком, который выдает себя за человека с большим баскетбольным прошлым, мол, играл за Rockville High в 84-м году. Был там лучшим, был выпускником этой школы, но в списках подобной фамилии даже по другим датам и выпускам не найти. А на вопросы о, собственно, его прошлом и данном невероятном курьезе он отмалчивается, либо говорит, что это просто какая-то ошибка. По итогу же, фамилия Бонкор далее будет всплывать лишь как стоп-слово в карьере Мозеса Эйкбек, которого не только выкинули из NCAA за якобы сговор с Джо, но ему даже еще и имя пришлось менять, так что там вообще темная история. Также фамилия Бонкора всплывала еще и как рекрута, который постоянно путает фамилии нигерийских школьников. То при определении куда-то в школу, то при определении в колледже, в общем, там реально странная ситуация, почему все так происходило. Темный парень с темным прошлым, который занимается только нигерийцами. Очень странно. В общем, история прям достойна, на самом деле, мирового бестселлера, которому так, к сожалению, и не суждено было выйти в большие массы. Касательно карьеры Джимми Сорунки, пока что все находится в подвешенном состоянии. Куда его определят? Класс студентов или класс школьников? Никто не понимает. А Бонкор на вопросы журналистов продолжает утверждать, что это настоящий школьник, что все это фигня ваше совпадение и, в общем-то, все в этом духе. Так что, если хочешь попробовать пробиться в школу Америки, вот тебе инфа о горе-скауте, который точно попытается тебя протащить, правда, не факт с какими последствиями. А, только ты нигерийцем должен быть, так что, вот, это надо помнить. Но, в общем-то, как ты видишь, зато путей в NBA может быть гораздо больше, чем я в тот раз озвучивал. Пиши, что ты думаешь по поводу школьника ростом 209 сантиметров, веришь ли ты в то, что ему 16 лет? И напиши, кстати, для сравнения свой рост и возраст, только честно. Посмотрим, есть ли среди нас такие огромные 16-летние парни. А у меня на сегодня, пожалуй, все. Как обычно, ставь свой самый крутой баскетбольный лайк. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, услышимся с тобой в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok